Всем привет! У нас майские праздники наступили. Большинство из вас, наверное, поехали на дачу, на природу или еще куда-то. У нас появилось несколько дней свободного времени. Мы решили отснять небольшой ролик, который касается не недвижимости, а такой популярной штуки, как торговые центры, которые есть у нас здесь, в Паттайе. Основных мы рассмотрели только три. Про них более-менее детально поговорим и погуляем по ним. Поэтому начнем мы с терминала 21, самый новый, самый последний торговый центр, который появился в нашем городе. Находится он на пересечении с Северной улицей и Центральной, прямо на дельфинах. Это перекресток, который многие знают, особенно люди, которые жили на севере. Вон прямо за моей спиной, вот здесь сейчас автобус стоит, там находятся дельфины. Это кольцевое движение, здесь по факту заканчивается центр, начинается район Накла, Север, Накла и Вангамат. Налево уходит транспорт обратно в центр, идут на пляжную линию, в сторону Централ-фестиваля и в сторону Центра и Волкин-стрит. Туда едем на север. Торговый центр прямо на пересечении. Добраться до сюда можно на любом тук-туке, который ходит по факту по городу из центра. Если едете с севера, вы ходите на дельфинах, если едете из центра, вы ходите на дельфинах. Если едете с Амбассадора, едете по сухому виду до пересечения с улицы Северная, по Тай-Норс и оттуда тоже на тук-туке, опять же до дельфинов. Это уже третий магазин по счету, ну точнее третий торговый центр от этого застройщика. Он называется, вся сетка называется Терминал 21. Почему? Потому что первый магазин был открыт в Бангкоке на улице Сухумвит 21. А терминал, потому что каждый этаж в этом торговом центре сделан в той или иной тематике. Начнем мы с самого верха, с четвертого этажа. Вообще по факту это шестой этаж, просто здесь нумерация очень странно выглядит. С самого начала идет G, потом M и потом 1, 2, 3, 4. Четвертый этаж у нас называется Голливуд. Здесь опять же у нас развлечения, кинотеатры, фудкорт и очень много кафе и ресторанов. Пошли гулять. Ну, по мне так, фудкорт и кафе, которые представлены в терминале 21, они более интересные, чем у которых находится фестиваль. Ценники примерно одинаковые, но выбор и просто подача, интерьер, в котором здесь все выдержано, мне больше нравится. Старичок, на что ловишь? На червя. Ну, в общем, здесь этаж отдан под кафе и рестораны, разная кухня, европейская, азиатская, тайская. Русская, кстати, я не увидел. На каждом этаже несколько площадок с бесплатной зарядкой для телефона. Люди там подходят, берут чай, кофе или что-то перекусить и заряжают телефоны. На третьем этаже под Голливудом, почти прям под надписью Голливуд, есть еще фудкорт с недорогой тайской кухней. И как мини-рынок здесь какие-то шашлыки продают, фрукты, тайские национальные блюда. Второй этаж, он сделан как Токио, поэтому всем аригато. Мне, если честно, очень нравится приходить в Терминал 21, хотя бы потому, что здесь все очень красиво сделано. Вот дизайнеры, кто это делали? Вообще просто красавцы, они прям передали атмосферу той или иной страны. Вот реально ходишь как по Токио, при условии, что я был в Токио, знаю, о чем говорил. Ну что, следующая остановка Италия. Я вообще заметил, что на каждом этаже, вот сейчас были на японском, там очень много реально азиатов, но мне кажется, это японцы. Есть уголок, там Истамбул, Турция. Там очевидно, что очень много арабов, турков. Сейчас будем охотиться на итальянцев. Слева спа-салоны. Вот салон по маникюру следом идет. Здесь очень много, он целый зал, посвященный всяким арома. Вообще процентов, наверное, 70 магазинов, которые есть здесь в Терминале, я не знаю, какие бренды. То есть на первом этаже, на основном, там все самые известные бренды, мировые. Средняя, ну там средняя по цене, там чуть выше среднего. А вот все остальное, что касается там второго, третьего этажа, Японии, большую часть этих магазинов вообще первый раз в жизни вижу. Что-то из итальянского ничего не получилось увидеть на этом этаже. Мы видели много русских, поэтому пусть переименовывают Италию в Геленджик. Ну что, my dear friend, мы находимся на этаже М, Лондон. На самом деле, ну обычный торговый центр, просто суть в том, что каждый этаж сделан в стиле там какой-либо страны. Но ничего сверхъестественного. Но выглядит очень красиво прийти, попотаться со своими. Я думаю, если я сюда родителей приведу, они вообще скажут, Даня, вот это ты нам кругосветное путешествие устроил по всему миру. Вот, пожалуйста, идем по этажу Лондон, символ Англии, телефонная будка. Да, это у нас этаж G, центральный этаж, считай, в Париж заехали. Так что, если хотите взять бюджет на предложение своей девушке и ездить в Париж, просто приезжайте в Паттайю. Просто настроение французское. Нужно круассан, где мой бюджет и в ловах. Входы и выходы в торговый центр сделаны в виде таких рукавов, как в аэропортах. Ну, в общем, по терминалу у нас все. Едем в фестиваль. Ехать у нас от терминала до фестиваля, если нету пробок, то может быть минут 7-8. Если пробки будут, то минут, наверное, 15-20. Ну, про фестиваль можно сказать то, что это один из первых торговых центров Паттайя. Наверное, самое известное на сегодняшний день. Многие люди, которые приезжают сюда, знают, что есть что-то под названием фестиваль. По факту это многофункциональный торговый центр, где есть все, начиная от фудкорта, на котором еда стартует от 40 бат. Также есть и хорошие дорогие рестораны. Есть вещи, детская одежда, электроника, кинотеатры, лазертек, боулинг. В общем, все, что только по факту пользовалось спросом среди туристов, оно есть здесь. Стандартно люди сюда приезжают для того, чтобы купить вещи, для того, чтобы купить какую-то электронику. Ну, сейчас, наверное, пойдем по этажам погуляем и все, покажем это вживую. Если говорить о локации, то, опять же, мое мнение, почему фестиваль является популярным торговым центром, потому что до него удобно добраться с любой точки города. Он находится в центре у нас, в районе, если не ошибаюсь, это 9 или 10 улица, Beach Road на центральной набережной. Сюда можно доехать что с Джамтьена, что с севера. Ну, в центре, понятно, вообще можно дойти пешком. То есть любой общественный транспорт до сюда вас довезет за 10-20 бат. Люди, которые едут в Сухумвит, например, кто останавливается в отеле Амбассадора, они доезжают до... По Сухумвиту на Токту, когда езжают до пересечения с улицы центральная, Паттайя Клан, и на Паттайя Клан пересаживаются и едут до сюда. Таким образом, в одну сторону билет обойдется 25 бат на сегодняшний день. Также отличительной чертой фестиваля некоторых других торговых комплексов в Паттайе является то, что здесь есть отель, причем довольно-таки известная сетка международная, это отель Hilton. Мы вот сейчас сидим... Ладно, сделаем рекламу старичкам, сидим в Старбаксе, а вот прямо слева от нас уже идет вход в отель Hilton. У них здесь также есть своя парковка. Честно, по ценам не знаю даже. Ну, наверное, от 100-150 долларов в сутки стоят здесь. Естественно, мы не будем ходить с вами по магазинам, ну, потому что все вы видели эти вещи, что там кроссовки, штаны, аксессуары и прочее. Мы просто решили рассказать в двух словах о структуре этого торгового центра. На минус первом этаже есть продуктовый магазин, который называется Tops, и есть Food Court. Вот это место, где можно прийти покушать, там действует система по безналичного расчета. То есть там мы платим не наличкой. Мы приходим, покупаем там вот такую карту. На нее кладутся какие-то деньги, которые вы хотите потратить на еду. Там, я не знаю, 200, 300, 400 ватт. И рассчитывайтесь во всем Food Court, где вы не заказывали еду, вы рассчитываетесь этой картой. Если у вас там остались какие-то деньги, естественно, вы можете их обратно вернуть, вернуть обратно карточку администратору и забрать свои деньги, что у вас там осталось. Но еда там от 40 бат в среднем идут блюда, там тайская кухня 40, 80, 100, 120 бат в среднем стоит что-то здесь на Food Court. Закрывая тему с кухней, то есть можно перекусить на минус в первом этаже, можно подняться на пятый, шестой. Здесь много ресторанов, разной кухни. Ну и из моих любимых это ресторан ливанской кухни и японский ресторан Fuji. Честно, в остальные я даже и редко хожу. Структура у торгового центра очень простая. То есть первые два этажа, они идут, это этажи, которые отданы под одежду, причем второй этаж более предпочтительно под спортивную одежду. Третий этаж это техника. Здесь продают, есть магазин официальное представительство и Samsung, и компании Apple, и других там крупных мировых гигантов, связанных с электроникой. На четвертом этаже у нас идут банки, причем удобно, что они работают 7 дней в неделю, в то время как обычное отделение банка работает только 5-дневкой. А также на четвертом этаже у нас идут детские товары. На пятом этаже начинаются рестораны и кинотеатр. В некоторых магазинах, на кассах или на витринах есть стикер, на котором написано 7% VAT refund. Это означает, что в данном магазине вы можете рассчитывать на возврат НДС, который в Таиланде составляет 7%. То есть на любую покупку, совершенную в этом магазине, вам могут вернуть 7%. Деньги эти возвращаются в тот момент, когда вы покидаете страну. В аэропорту есть специальная служба, куда вы приходите, отдаете им этот VAT refund, этот документ, вам выдается эта сумма на руки. На шестом этаже есть кинотеатр, он разделен на несколько залов. Билеты на самый недорогой зал стоят от 120 бат, VIP от 900 бат. Но сразу говорю, русского языка здесь в кинотеатрах нету. Все идет на английском языке и снизу идут тайские субтитры. Ну и последняя на сегодняшний день наша точка в нашем шоппинг-туре – это торговый центр Outlet Mall. Он расположен на пересечении улицы Тепразит и Сухомвид. Прямо соседнее здание, можно сказать, с Теско-Лотосом. Мимо не проедете. Сюда мы приходим, когда хотим купить что-то себе или своим родным, близким. Может быть, у вас хорошие соседи, вы хотите что-то купить им из одежды. Здесь все мировые бренды собраны, постоянно какие-то происходят скидки. Вплоть до того, когда идет ликвидация предыдущей коллекции, скидки до 80% доходят. Добраться до сюда очень просто. Если вы живете в районе отеля Амбасадор, вам просто по Сухомвиду проехать на Белом Тук-Туке до пересечения с улицей Тепразит. Многие, которые приезжают в Таиланд-туристы, знают эту улицу, потому что здесь есть огромный ночной рынок, который работает с пятницы. Пятница, суббот, воскресенье с 6 часов вечера. А если вы едете с Джамтьена, с центра или Протамнака, то самый, наверное, простой способ – это доехать на Тук-Туке до пересечения улицы Тепрая и Тепразит. Это то место, где находится автобусная станция, магазин Foodmart и большой экран стоит. И вот прямо на этом перекрестке, буквально в 50 метрах от перекрестка, начинается улица Тепразит и там стоят тук-туки, которые везут уже сюда людей. В основном в Аутлет приезжают люди для того, чтобы купить одежду, обувь, зимние вещи. Я не помню, чтобы я здесь видел какую-то электронику. Есть много детских товаров, есть даже магазин для рыбаков со снастями, удочками и со всеми прочими делами для рыбалки. Но, как правило, это то место, куда люди приезжают именно за шопингом, за одеждой. Ну что, мои любители шопинга, на этом я с вами прощаюсь. Еще раз подчеркиваю, мы не утверждаем, что это были три самых лучших торговых центра в ПТЕ. Нет, просто те места, которые с нашей точки зрения лучше остальных других торговых центров в ПТЕ. Но, опять же, это только наше субъективное мнение. На сегодня у меня все. Надеюсь, сегодняшний выпуск был как-то полезен для вас. Не стесняйтесь задавать вопросы не только по недвижимости, но и даже касательно каких-то бытовых вопросов в ПТЕ. Мы с радостью вам поможем и ответим на любой из них. До свидания. Продолжение следует...